Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я с большим удовольствием представляю вам новый цикл программ «Газета на ТВ». Каждую пятницу в этой студии мы вместе с журналистами и авторами областного издания «Правда Севера» будем обсуждать самые интересные статьи свежего номера газеты. Это событие останется в истории. На Архангельский причал пришвартовался самый быстроходный парусник в мире. С пребыванием в Архангельске этого учебного судна связаны знаковые события – посещение парусника «Мир» патриархом Кириллом и первый в новейшей истории крестный ход на Соловки. Такими словами начинается статья «Парусник. Мир. Так много красоты». О создании этого материала мы говорим сегодня с автором статьи и главным редактором газеты «Правда Севера» Светлана Лойченко. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, конечно, профессия журналиста предполагает всевозможные путешествия, но чем этот Соловецкий рейд был особенным для вас? На самом деле есть у нас такой бонус нашей журналистской профессии – это возможность побывать там, где, может быть, люди других профессий не имеют такой возможности. Но этот переход с Архан Соловки был особенным, потому что это был не просто переход, это все-таки был морской крестный ход в новейшей нашей истории. Раньше это была традиция, вот сейчас уже говорится о том, что эта традиция будет восстанавливаться, возрождаться именно с этого перехода учебного судна. Да, так все промыслительно сошлось, потому что как раз праздновали 25-летие канонизации Иоанна Кронштадтского, и в Архангельск прибыл патриарх Кирилл. И, собственно говоря, идея принадлежит губернатору Игорю Анатольевичу Орлову. Он обратился за благословением, чтобы использовать этот очень хороший момент и восстановить вот эту традицию морских крестных ходов. Патриарх откликнулся, он побывал на учебном судне. И потом вот уже мы отправились, там было два журналиста, оба из нашего издания, это я и Павел Кононов. Мы пошли вот этим путем, путем, да, крестным ходом. Говоря, кстати, о женщинах на судне, вы в статье пишете, что на паруснике Мир было шесть девушек-судоводителей. Вам не хотелось им посвятить отдельную статью? Конечно, они сразу привлекают, вы правы, девушки привлекают. Тем более, что вот если посмотрите на фотографию, мы их увидели вот в этом таком облачении морском, потому что они тоже участвуют. И то, что делают и парни, они ставят паруса, снимают паруса или убирают паруса, наверное, правильно по термину морскому. И мы, там их было восемь, вот поначалу, две, двух списали, потому что они сами не списали, они сами ушли. Не смогли. Не смогли. Практика, это вот что называется основной кратерий именно морской профессии. Многие прекрасно учатся, все замечательно, но в первом же переходе, качка или там еще какие-то трудности, ну и мы тоже, и все, люди просто уходят, они не могут. А эти девочки, вот в частности, которые у нас на фотографии, очень милые, очень улыбчивые. Вот одна из них, это Саша Ложкина, я говорю, откуда? Она говорит, из Шексны, из Вологодской области, из Шексны. Я говорю, да где там у вас море? Она говорит, как у нас Шексна же, она же очень судоходная. То есть даже люди, которые далеки от моря, они бывают выбирают, она говорит, я всю жизнь мечтала, всю жизнь хотела. И им очень нравится, у нас на самом деле была качка, мы попали в циклоны, и если люди чувствительные, наверное, мы тоже, ну у нас и были там чувствительные из гостей, на которых сильно это сказывалось. К счастью, мы никто не чувствительный, мы очень хорошо все это перенесли, но это не такой большой шторм, там 3-4 балла, но тем не менее. Ну и циклон очень сильный, как раз над морем там все это задувало. Вы пишете о том, что приходилось менять паруса, паруса менять в шторм? Они не то, что меняли, их сначала поставили, даже еще не все успели поставить, и вот как раз попали в циклон, который ветер дул строго, скажем так, в лицо паруснику. И не было смысла, поэтому их снимали, но снимали, это, конечно, так смотреть, это просто кино, потому что, понимаешь, почему надо на паруснике... Сейчас же на паруснике люди проходят практику, курсанты, потому что сейчас же современные суда, паруса давно ушли в прошлое, но строят, и сейчас очень важно иметь парус, парусники учебное заведение имеют, на которых они проходят практику, Потому что это прочувствовать все особенности, это вот как, чтобы стать художником, надо хорошо научиться растирать краски. Там уже они их нарастирают, будь здоров. Но вы-то прочувствовали все особенности? Ну мы и чем прочувствовали? Мы прошли сутки, мы были сутки в пути. Мы снова же были гости, мы посмотрели, мы прочувствовали, посмотрели, насколько вот ребятам это действительно сложно. Но они уже те, кто остался, те, кто уже, это второй курс, кто там, даже некоторые подсевались, кто-то в Мурманске сойдет, нам сказали, что они сойдут в Мурманске, тоже были такие ребята. Но основная масса, основная, вот костяк, они уже выбрали, им это нравится, они в хорошем состоянии духа, в хорошем настроении. Тем более, снова же на борту были иконы, оказалось достаточно много верующих ребят. И вот мы когда Соловки ждали, когда откроются Соловки, а как раз мы попали тогда в центр шторма, в око циклона. А это очень хорошее место, потому что там вокруг видно, как дожди, а у нас солнышко. И мы вот как раз снимали, и вы знаете, часто говорят о каких-то знаках, явлениях, мне бы даже не хотелось говорить о каких-то чудесах сейчас, потому что там все так трепетно, все так, вот знаете, на полутонах. Но мы вот стояли на палубе, и был парень Никита, он с Майкопа, и вот мы ждали, пока увидим Соловки. И сначала они так, ну вот как возвышенность небольшая, но мы поняли, что это Советский монастырь, и заходит солнце над ними, и оно заходит такой радугой. У нас в другом выпуске, не в этом, есть фотография, и там не только там стояли, и капитан стоял, и все это видят, но никто не говорит, все молчат, потому что, ну вот может верующему человеку это знак, может быть, ну это просто явление. Но сами Соловки, свет Соловков, он настолько сильный, что не надо никаких знаков. Шторм, на завтра в шторм я увидела, когда уже все там пеленой закрылось, там боцман стоял, он молился на этот монастырь, как на икону. И вот этот паренек из Майкопа, он тоже перекрестился, он видел и Соловки, он оказался верующим человеком, на него очень сильное впечатление произвел визит патриарха, он звонил родителям, они прям не верили, что это возможно, и тоже очень радовались. Поэтому это вот было вот этим наполнено ощущениями. Вы в статье пишете, что прибытие на Соловки без привлечения был шаг к Богу. Вот как раз это вы имели в виду? Ну, вы знаете, я думаю, что любое посещение для каждого человека, это шаг к чему-то. Есть люди, которые приезжают совершенно неверующие, и, наверное, они уезжают неверующим, и такое, наверное, бывает. Но что-то меняется в душе, но такое место, люди не просто едут отдохнуть, посмотреть на красоты, хотя и это есть, безусловно, это вот зачем-то едут. А когда это совершенно молодые ребята, когда идет поиск каких-то жизненных смыслов, они идут, безусловно, они идут. Даже если человек не задумывается. Он ему, как сейчас говорят православные люди, господ сподобил пройти, восстановить вот этот крестный ход морской. И потом они же шли крестным ходом очень красиво под стенами Соловецкого монастыря. И многих ребят, вот там эти ционари благословляли. Вот там был один момент, они стояли так, такой вот цепочкой, и каждый подходил, он благословлял и давал иконку. И один паренек говорит, я не крещеный, так как бы в сторонку. А он говорит, ничего, благословил, дал икону. Вот тоже есть у меня фотография, она не вошла сюда. И этот парень, он руку к сердцу, у него слезы на глазах, но его приняли здесь за своего. Он где-то ощутил вот эту важность быть в этом, скажем так, сообществе, если так можно выразиться. Конечно, я не сомневаюсь, что этот парень, он сделает шаг. А такие, как Никита, он продвинется дальше, у него очень верующая, глубоко верующая семья. То есть у каждого свое. То есть это был настоящий крестный ход для многих и, в общем-то, путь к вере. Да, 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 безусловно. Это очень тонкая грань, трудно об этом говорить, но я думаю, да. Возвращаясь еще к самому морскому путешествию, в вашей статье меня особенно привлекла одна фраза, одно выражение. Я, с вашего позволения, зачитаю для наших телезрителей. Впечатлений было очень много, как встречали парусник в Архангельске, как провожали. Отходили уже после полуночи, но на всем пути. В Соломболе, в Маймаксе, на бревеннике стояли люди, жгли костры, сигналили фонари. Иногда слышались аплодисменты. Действительно чувствовалась вот эта соборность северян. Я не знаю, какое слово подобрать, но вот вы сказали соборность. Тут, наверное, масса каких-то оттенков. Но мы же тоже что-то примелькалось. Мы живем в городе, я очень люблю Архангельск. Особенно в белые ночи и любое время года, не считая каких-то особенностей ранней весны. Он вообще прекрасен город. А здесь мы посмотрели немножко еще и глазами. Там такой боцман, с ним как-то хорошо, как-то контакт у нас возник. Леонид Евгеньевич, он прошел на палладе кругосветку, то есть мастер спорта по гонкам на больших яхтах. Этот человек очень много чего повидал. И вот он стоит и говорит, Архангельск, я хотел бы жить в этом городе. А он тоже православный, верующий человек. Он говорит, мы прошвартовались к храму. Я просто глазам не поверил. Матерь Божия, от храма мы отходим. То есть какие-то символы люди все равно искали. И это было очень красиво. Мы отходили, циклон-то начался в море, мы отходили в хорошую погоду. Город просто сиял, он просто был в каком-то сиянии. И на самом деле, вот они говорили, что было очень много людей, которые в это время стоянки приходили. А потом то, что стояли на берегу, это ночь, это уже глубокая ночь, там 2-3 часа ночи. Они стояли, люди, жгли костры, фонарики, не сговариваясь. Кричали, перекрикивали, спасибо, что пришли. Это очень трогало тех, кто был на этом паруснике. Я думаю, что еще и город вспомнил, что он по-настоящему морской город. И не просто морской, а с огромными, настоящими, подлинными корнями. Об этом говорил и гумен Ануарий, когда была проповедь о том, что как это близко все, мореходы, поморы, мореходы, это православие, это все очень сильно завязано в один узел. И не надо вообще было его развязывать. Это очень важные такие исторические корни, они переплелись. И в это было такое ощущение очень хорошее. Светлана Николаевна, впечатления остались не только в вашей памяти, но еще, конечно, на фотографиях. А какая фотография, сделанная во время этого путешествия, во время этого крестного хода, стала для вас особенной, получила особенную ценность? Самые лучшие и самые особенные фотографии, которые были сделаны, мои мне самые дорогие, но самые лучшие, естественно, у Павла Конова. Павла Конова, поскольку он профессионально этим занимается. И там очень здесь просто потрясающий, здесь он тоже не вошел, он в другом материале вышел у нас, парусник, правда, без парусов, потому что они были сняты, тем более на рейде паруса, без парусов он стоит. И просто от воды идет свечение, сияние, и вот такая красота должна быть в жизни. Я имею в виду красоту, вот соединение красоты и внешней, и красоты, вот которая, там даже не важно, вот шторм, не шторм, серость, это может быть мгла, но вот есть другая красота, к которой люди стремятся, которые идут, и они ее видят. Я еще раз говорю, когда я увидела, был мглой закрыт монастырь утром уже, мы видели его очень красивым сияющим ночью. А днем, утром, и вот снова же этот Леонид Евгеньевич стоял и говорил, как красота-то какая, то есть он его видел, там еле просвечивающуюся. И вот красоте к этой, это иная красота. И соединение, оно прекрасное, и, наверное, вот это есть у каждого в душе стремление, и не каждому удается это увидеть. И, ну, бывают такие шансы, такие возможности, вот его не упустить. Я очень хочу верить, что ребята, вот эти молодые парни, они, и девчонки, которые там были, этот шанс жизненный они используют, и для них это будет вот таким промыслительным, этот поход. Ну, а у нашей новейшей истории, вот тоже сказал Роман Икатерич Балашов, который один из организаторов, тоже заместитель губернатора по развитию Соловецкого архипелага, тут тоже вот есть его комментарий, он как раз говорит о том, что это шаг к восстановлению традиции, и что у нас появится традиция теперь, через какое-то время, то, что было всегда, проводить морские крестные ходы, потому что на Соловке вообще идти по морю — это совсем другое ощущение. И когда человек идёт, понимая, что это ещё и миссия, это, конечно, особое чувство, особая ответственность перед собой даже. Ну, вот статья заканчивается описанием дальнейшего маршрута парусника Мир, а вам не хотелось отправиться дальше в путь, писать о дальнейшем ходе событий? Нет, 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 вы знаете, мне и не хотелось, ну, есть какие-то берега, какие-то всё равно же есть, а потом не хотелось расплескать ещё вот эти ощущения, которые мы вернулись в Архангельск самолётом, увидели ещё, вот у нас там на третьей полосе есть сверху, это Паша снимал, его парусник с высоты, мы ещё поснимали, его облетели, и, конечно, была такая вот грусть расставания, но это событие, оно останется, и для меня мир связан не с какими-то путешествиями, не с какими-то красивыми переходами, а именно вот с этим событием, это действительно событие, вот этот переход Архангельского храма, строящегося очень прекрасного, красивого, к Соловецкому монастырю, к храму Соловецкого монастыря, и вот оно окрашено будет вот этим чувствами, ожиданиями этой красотой и красотой природы, но главное красотой вот самого события, красотой того, что мы увидели уже на Соловках, этой незримой, невидимой красотой. Светлана Николаевна, благодаря вам эту красоту видим ещё и мы, читатели газеты «Правда Севера», спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо большое за интерес к нашей работе, к газетной именно работе, и к этой публикации, она действительно дорога вот этим наполнением, и если мы с Павлом Кононовым нам удалось как-то в какой-то части передать вот те ощущения, которые были у нас, мы, конечно, будем очень рады. Спасибо вам. Спасибо вам. Сегодня мы говорили о создании статьи «Мир так много красоты» с главным редактором газеты «Правда Севера» Светлана Илоченко. Читайте «Правду Севера», смотрите ПС, напоминаю, газета на ТВ выходит каждую пятницу в 17.20 и в 21.00 на нашем телеканале и на сайте «Правда Севера» в окне «Ситивизор». Пятницу и повтор в субботу. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова